Вот недаром говорят, что красота спасет мир. А спасет ли, а если спасет, то когда, как и о других подробностях нам сейчас расскажет Дарья Обухова, вице-мисс Крыма. Кстати, буквально на этих выходных прошел очередной конкурс, о чем мы сейчас и поговорим. Доброе утро, Дарья. Доброе утро. Традиционный вопрос для наших гостей. Как началось ваше утро? Мое утро началось, естественно, с наведения марафета. И, в принципе, наверное, оно на этим и закончилось. Ну и, конечно же, чашечка чая. Даша, скажи, пожалуйста, вот сразу же хочу такой вопрос. Ты принимала участие в конкурсе. А вот как у девушки, какие у тебя были впечатления, когда вот красивые купальники, вот находишься на вот этом вот подиуме, что ты чувствовала, когда вот именно процесс был самого конкурса? На самом деле это очень волнительный, трепетный такой момент. Но у каждой девочки, она все-таки действительно девочка, ей женское начало. И все это очень импонирует, очень нравится. Ты чувствуешь себя в индустрии красоты. И это не может просто не нравиться. Естественно, ну я ощущала себя комфортно. Мне подходит такая атмосфера. И, как по мне, было очень здорово. А подготовка долго длилась? Вот что вы делали, когда готовились к конкурсу? Вот вы с конкурсами были, с участниками. Подготовка у нас была 7 дней. Мы каждый день репетировали. Помимо репетиции у нас были выезды. То есть мы развивались не только в подготовке к конкурсу, но и творчески нас пытались развить также. Мы ездили на гольф, то есть нас учили играть в аристократическую игру гольф. И как, успешно? Думаю, да. Но у нас у многих у девочек получалось. А для чего? А какой в этом смысл? Это чтобы красота была везде, даже в гольфе? Нет, чтобы девочки могли просто открыть для себя что-то новое. Помимо конкурса, то есть помимо подготовки, есть еще вот такие мероприятия. Также мы ездили в ресторан, где шеф-повар нас учил готовить фирменное блюдо. И это также послужило нам на пользу, я считаю. А какое блюдо готовили, если не секрет? Не секрет. Мы делали салат с различными ингредиентами, которые уже были подготовлены заранее. Но получилось вкусно. Вот наверняка сейчас о будущем конкурсе задумываются наши телезрители, смотря на тебя, да? Думаю, тоже вот хотелось бы принять участие. И вот как же все-таки принять участие? Куда обратиться? К кому обратиться? Ну, я нашла как бы конкурс по социальным сетям в Инстаграме. Написала организатору и отправила свои параметры, фотографии, на что мне ответили согласия. У многих девочек есть такой шанс. В следующем году он обязательно будет. И я считаю, что каждой девочке нужно попробовать себя. Это отличная возможность проявить себя, показать. И я думаю, что это очень здорово, потому что конкурс действительно достойный. А вот по параметрам – это возраст, вес, рост. Как вас оценивали на отбор для конкурса? Ну, важны, да, очень визуальные данные, рост важен. И, конечно же, параметры. То есть, ну, параметры варьируются в зависимости от тоже роста, чтобы общая картинка просто была. А вот рост 170 и выше или как, 180 и выше? Или не было четких каких-то прям вот границ? Я на самом деле четких границ не знаю, но предполагаю, что от 170. А где же проходил конкурс? Конкурс проходил в МРИ, то есть в Ялте, и вся подготовка тоже была в Ялте. Хорошо. А сколько конкурсантов было? Сколько по времени это весь процесс этот занял? Всего девочек было 15. По времени это была как раз, ну, подготовка была, соответственно, неделю. И сам конкурс, ну, для меня он был на одном дыхании. Я даже не заметила, как он подошел к концу, но в общей сложности где-то часа два. То есть это было шоу, именно это не только наши выходы, были различные презентации, артисты, было здорово. Даша, признавайся, конкурс талантов был, я уверен. По-моему, ты уже говорила об этом. Что ты делала, что показывала? Кстати, конкурса талантов не было. То есть был общий конкурс танцевальный, где можно было также себя проявить. По отдельности или группой вы танцевали? Нет, группой. Мы выходили группой, это был танец в купальниках. То есть была общая хореография, но при этом каждая девочка могла показать себя как-то с нужной стороны. Свою индивидуальность. Да, да. И это была вот такая вот возможность показать свои творческие какие-то грани. Ну вот на этом все. Кто был во главе судейской коллегии? Что за судьи были? Кто эти люди? И на что в первую очередь они обращают внимание? Ярким представителем судейства была мисс Крым 2018, то есть прошлого года, Яна. Потом был мэр города Ялты и еще несколько представителей других, и спонсорства, и другие, в общем, люди. Обращали больше всего внимания, мне кажется, на уверенность. На уверенность девушки, то, как она себя чувствует на сцене, то, как она может себя преподнести, показать свои выгодные стороны. Я думаю, что это было в приоритете. Легкость. Наверное, мне кажется, вот ты уже говорила про легкость, да, что у тебя вот легко на одном дыхании все это прошло. Наверняка же тоже не осталось без внимания. Да, я думаю, что да. Нужно просто понимать, зачем ты приходишь на конкурс. То есть очень многие считают основной целью победа и какой-то титул. На самом деле самое интересное – это подготовка. То есть тот момент, когда ты готовишь себя и морально, и физически тоже. Потому что были различные испытания, которые нужно пройти, и я считаю, что девочки вообще поменялись за время конкурса. Ну, в том числе и я, конечно. А вот скажи, а был конкурс «Ответ на вопрос»? Да, это был интеллектуальный конкурс, он был самым неожиданным, самым интересным для жюри, для гостей, потому что мы никак не могли к нему подготовиться. То есть вопросы задавали спонтанно члены жюри. Даша, здесь вынужден тебя перебить. Время у нас подходит к концу. Хочу поблагодарить тебя за интересный рассказ, потому что, наверное, Ире было больше, но и мне было интересно. Но нашим телезрителям хочу напомнить, что в гостях у нас была Дарья Обухова, вице-мисс Крыма. И то мероприятие, которое прошло на днях, наверняка собрало уже в интернете очень много просмотров, лайков. О том, что собирают просмотры и лайки также, может быть, даже в большем количестве, мы узнаем прямо сейчас.